Всем привет! Чеснок продолжает оценивать микрорайоны города Владимира. Наступила зима, делать это стало сложнее, поэтому поддержите нас подпиской и репостом. Сегодня мы расскажем об энергетике, и там не так плохо, как вы могли бы подумать. Оценивать микрорайон буду я, Иван Ростовцев, мой коллега Сергей Марковкин. И у нас, как всегда, 100 баллов, 5 критериев, 2 ведущих. Ставьте чай, поехали! Энергетик. Западная окраина города Владимира, присоединённый микрорайон. Он был присоединён к Владимиру в 2006 только году, и как и остальные отдалённые территории города Владимира, городские власти его развитию практически не уделяют никакого внимания. Это такой старый сложившийся советский фонд, но с другой стороны, здесь хоть и чувствуется поселковость, но она не такая, как, например, в Заклязьминском. Всё-таки в энергетике ты ощущаешь себя частью городского пространства, ощущаешь, что ты всё-таки находишься в городе. Вот приезжаете вы в энергетик, дорога такая ведёт, уходящая в бесконечность между лесопосадками, всё-таки красиво, приезжаете туда, а встречает вас огромная месивость проводов каких-то вот этих вот старых заброшенных, наполовину заброшенных советских промышленных зданий. И с одной стороны, вроде как такая эстетика интересная, такой приезжаешь, ой, да, как в детстве оказался, да, что такое манящее, интригующее. А с другой стороны, жить, конечно, с этим не очень хорошо. Вот именно проблемы с вынесенными повсюду коммуникациями, торчащими отовсюду проводами, торчащими отовсюду трубами, ты прям идёшь по двору, и их огромное количество, они как вот такие транспортные магистрали монорельсов, футуристических фильмов проходят, конечно, необычно. Большинство домов в энергетике было построено ещё в 70-е, 80-е годы. Лишь несколько домов, это конец 50-х, начал 60-х, и лишь один дом, это 2013 года постройки. То есть новостроек здесь практически нет, да, всего лишь одна. И вот с этим и связаны и плюсы, и минусы энергетика. С одной стороны, жилой фонд уже сложившийся, здесь нет проблем каких-то с застройщиками, вот с этой грязью, которая есть от стройки, и множеством машин, допустим. И жилой фонд тоже расположен достаточно удобно, уютно, здесь нет такой давящей атмосферы, вот как, например, в Добром, да, с его домами-кораблями. А с другой стороны, советский фонд уже исчерпал себя, он уже стареет, он однотипный. И приготовьтесь к тому, что там вот вы будете жить в однотипной такой панельке, которая неотличима от других соседних домов. Ну, плюс-минус все дома энергетика, это среднестатистическое, классическое, советское жилье. То есть вот такие панельки, они практически везде есть. Есть пара домов еще серии КП, они считаются чуть получше, там метраж побольше, кухонки побольше и так далее. Ну, не сказать то, что это какой-то восторг по советским меркам, то есть вот среднестатистическое, стандартное советское жилье, практически все районы и Владимира, и других городов в нашей стране были застроены так. Вопрос тут не столько к самому жилью, сколько к тому, как это построено и как это расположено. Главный плюс, конечно, энергетика, это стоимость жилья, то есть квартиру там однушку можно купить где-то миллион двести, а трешку можно купить за два с половиной миллиона, то есть фактически по цене той же самой однушки в новостройке где-нибудь на Нижней Дуброве или в Добром. И, естественно, вот это очень хорошие варианты для молодых семей, и вот на мой взгляд энергетика по соотношению цены-качества, ну, пока что лучший из наших обследованных микрорайонов города. Но на самом деле вся вот эта вот идиллия энергетика рано или поздно будет нарушена, потому что 320 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в этом микрорайоне в базривом будущем. То есть вот эта вот одна двухполосная дорога будет постоянно забита транспортом, в районе будет гораздо больше количества людей. Большой вопрос, конечно, вызывает то, каким образом будет происходить расселение в эти настройки, какие именно это будут дома, какого уровня. То есть предполагается-то, скорее всего, то, что это будет, естественно, не самое-самое элитное жилье, поэтому густонаселенность это то, что ждет энергетик в ближайшее время. Если вы никогда не были в энергетике, скорее всего, у вас есть такое представление, что в энергетике ничего нет, ничего подобного. В энергетике есть практически все. Тут вопрос заключается не в том, что есть, не есть, а в том, какое оно. Есть школа, причем построена она по индивидуальному проекту, но находится она в таком состоянии, что давно ее пора уже привести в порядок. Честное слово, у Владимира нет такой запущенной школы, как в энергетике. Кстати, номер 45 она. Есть несколько детских садов. Два, да? Два детских сада. Есть даже кафе, есть филиал детской музыкальной школы, есть дом культуры, есть детский досуговый центр, причем муниципальный. Вот, казалось бы, все присутствует и все в шаговой доступности. Но так или иначе, если в ваших планах стоит то, чтобы дать ребенку качественное образование, чтобы он стал хорошим музыкантом, классно рисовал или просто там участвовал в каких-то олимпиадах и так далее, конечно, нужно будет устраивать ребенка в совершенно другую школу. И так или иначе, за качественное образование все равно придется ехать в город. У Сергея, жителя Доброго, какое-то элитарное мышление по поводу школы. Я считаю, что хорошее образование все-таки зависит не от здания, а от самих учителей. Но вот соглашусь с тем, что в энергетике многое есть. Она построена в советское время и она осталась такого же качества, как в советском времени. То есть оно практически не ремонтировалось. То есть там есть, кроме вот этой школы, которая, скорее всего, изнутри никак не ремонтировалась за последние 30 лет, там есть, например, ярмарка, тоже такой хороший показатель, потому что в городе их не осталось. Там есть Сбербанк еще остался. Там есть почта, которая никак туда не подойти, там совершенно разрушенные ступеньки. И она закрыта, поскольку там находится в отпуске сотрудник. Детскую поликлинику заселили в какую-то избу, и вот она там и находится. Лечите как хотите, никакого развития в данном случае нет, ремонта нет. Все вот стареет и деградирует. Что удивляет в энергетике, то, что практически нет алкашек. Это удивительная ситуация для присоединенной территории Владимира. Но вот другая проблема, то, что здесь очень, скажем так, плохо со спортом. Одна единственная хоккейная коробка, и та не залита. Так что заняться-то, честно говоря, особо нечем. Нету даже банальных вот этих вот площадочек для воркаута, которые повсюду ставят. Ну, конечно, сомнительными удовольствиями тоже никто не пользуется. Ну, мало ли, вот, может, кому-то понадобилось бы. То есть ни в футбол поиграть, ни в хоккей, ни в баскетбол, ничего такого нет. Все люди как-то так вот, ну, если только сами какие-то ворота собирают и гоняют в поле. Кстати, мы нашли в энергетике такой корт или плац, не знаю, как его назвать. Просто пустой, пустырь возле нескольких домов. Он был сейчас засыпан снегом, не знаю, что там на самом деле под снегом. Но, скорее всего, просто галимый асфальт, и вот он никак не организован. Хотя там можно было бы сделать как раз площадки для воркаута. Нет также и фактически никакого стадиона, поскольку стадион школьный, и там еще есть такая огороженная школьная площадка, тоже нуждаются в ремонте. В плохом состоянии они находятся, и это не очень удобно для самих детей. Фактически спорт вот в энергетике на нули. У меня есть подозрение, что этот плац освященный, это когда-то была площадка для мотобола. Если я не прав, пожалуйста, напишите. Ну, вообще, что это такое? Может, кто-то знает? И еще в энергетике проблема с религией. Здесь строили церковь святого мученика Авраамия Болгарского, и ее не достроили. Судя по внешнему виду, она находится вот в таком состоянии, заброшенном уже лет 5-6. Плакат там пострепался. Зато местный житель собирается построить часовенку возле одного из засвященных источников. Он уже подготовил там сруб, а в дворе одного из домов можно даже встретить купол для этой часовенки, и это тоже довольно символично. На этом плюсы энергетики практически закончились, а вот минусов будет много, и вы увидите это на оценках. С транспортом в энергетике не все так плохо, конечно. Сюда ходят три автобусных маршрута. Транспорт ездит регулярно, а вот что на самом деле плохо, так это то, что нет у нас в городе школьных проездных на автобусы, и если детям захочется сходить в кино, или съездить, например, в Дворец творчества юных, или в театр, или еще куда-то, им придется покупать проездной за полторы тысячи рублей на одного ребенка. Это большая проблема вообще для всего Владимира. С другой стороны, в район ведет всего одна дорога, она двухполосная, и вот представьте, если какой-нибудь олень зимой врежется в другого оленя, это все, это все встанет. И хорошо пока трафика такого серьезного нет, а когда появятся новостройки, это будет катастрофа, поэтому ожидаем то, что сложности будет. Ну и кроме того, конечно, левый поворот при реконструкции Пекинки, она, возможно, будет в течение ближайших двух лет, могут ликвидировать, и выезжать тогда с энергетика будет еще более затруднительно. И, конечно же, дополнительные выезды из микрорайона энергетика необходимы. Здесь планируется еще как минимум одна дорога, это северный обход. Если он будет, то туда можно будет сделать съезд, и тогда из энергетика можно будет и переместиться, допустим, в сторону Содушки, доехать без проблем. Еще одна проблема энергетика, это практически полное отсутствие тротуаров, и причем за ними толком не ухаживают. В тот день, когда мы побывали в этом микрорайоне, было, мягко говоря, очень скользко. Это говорит о том, что коммунальные службы, мягко говоря, немножко подзабили на этот район, такого быть не должно. Парковки, как вы думаете, есть ли они в энергетике? Конечно же, их ровно столько, сколько и во всех советских дворах, то есть их практически нет, потому что советские архитекторы не предполагали, что будет большое количество машин, и там нет как ни тротуаров, и там нет и парковок. Более того, к сожалению, вот в энергетике сложилась такая практика, что местные жители отдают дворы под стихийные парковки, то есть там не асфальтируется пространство, не делается это как-то более презентабельно, благоустроенно, просто ставят машины на зеленые зоны, на зоны отдыха, рядом с детскими площадками. Все это, конечно, ужасает, уродует микрорайон, и так быть не должно, нужно все-таки эту проблему решать. И одновременно рядом находятся вот старые гаражи, которые можно было бы снести и сделать там, ну, например, какой-нибудь хороший паркинг, и это было бы гораздо удобнее. Благоустройство, конечно, что еще в энергетике? Давайте начнем с того, что здесь огромные дворы. Даже по советским меркам гигантские дворы, казалось бы, вроде, это хорошо, правильно, так и должно быть, но они настолько гигантские, эти дворы, то что вот у меня, например, возникает ощущение какой-то пустынности, заброшенности, ну, тут дело вкуса, тут кому как. И при этом это пространство совершенно никак не заполнено, кроме как трубами, которые проходят над головами жителей, канавами, которые находятся у них под ногами, а зимой, представляете, так идешь, идешь, хопа, в канаву попало, замечательно. Дети там гуляют, бегают, свалиться в любой момент туда могут. Так что атмосферка, конечно, тающая, особенно в сумерках, выглядит совершенно так настоящая Россия, как она есть. Вот Сергей не заходит в такие широкие дворы, он просто привык к такому панельному лабиринту в Добром, а я вот, например, привык, наоборот, к такому простору, и мне, на самом деле, планировка дворов нравится. Там небольшие пятиэтажечки, дворы находятся между ними, все дети на виду, под присмотром, можно просто выглянуть из окна или из балкона, крикнуть им, чтобы они шли домой, так что всегда можно следить за ними. Кроме того, всегда есть воздух, пространство, можно увидеть вдалеке лесок, озеро, это красиво. То есть, вот в этом плане это плюс. Но минус большой то, что дворы, конечно, заброшены. Хороших детских площадок мы насчитали на весь микрорайон всего 3-4. В основном это уже советские, разбитые, площадки убогие, благоустройства тоже практически нет. Что там, пеньки, которые стали грибами, ну, это по сравнению с тем, что мы уже видели, это просто ничего. Естественно, энергетик – это классическое царство компании «Ксил», которая втыкает все свои мауретектурные формы везде, где ни попадя. Одна из площадок совершенно потрясающая, вот практически самая отшиб энергетика, стоит эта «Ксиловская» площадка. Естественно, там заборчики, все как полагается, вот эти вот все дела. Дети, значит, бегают, но у них над головами проходит высоковольтная линия, вот так вот. Чуть дальше спускаешься, и застывшее небольшое такое озерцо, где-то слышно вдалеке, как гуси, крякают. Дети по этому озерцу бегают, естественно, они могут провалиться под лед, никого не интересует. Там, где надо было поставить забор, у нас его не поставили. Их стоят везде, где ни попадя, кроме того места, где оно должно находиться. Детей в энергетике наверняка такое чисто советское детство, когда мы там лазили, могли лазить на гаражи, на стройки, вообще не думали ни о чем. Вот просто безбашенно куда-то бегали, там, на недостроенные объекты. И вот здесь то же самое, здесь вообще такой простор для того, чтобы расшибить себе голову, или утонуть, или еще что-то сделать. Дети вот рядом с детскими площадками находятся, как Сергей сказал, те самые канавы. Дети туда залезают, дети туда прыгают, дети бегают по едва замерзшему льду. Они могут там провалиться. Рядом находятся какие-то старые, убогие сараи, гаражи. Освещения нет. Все очень опасно, очень плохо. Того гляди, там случится трагедия. Валяются колеса, везде мусор, даже во дворе мусор. Кто-то выкидывает какую-то старую мебель. Детские площадки вместо, там, я не знаю, раскачивания чего-то, там рельсы почему-то, или, не дай бог, колеса лежат. Все как-то на выворот, все как-то опасно. И вот для детей это не приспособить. Говоря про экологию в энергетике, можно просто снять шапку, если бы она у меня была, и вот постоять минутой молчания, потому что на экологии в энергетике просто поставлен крест. Рядом находится Яндекс, будут расширять там промзону, рядом находится Птицыфабрика, рядом находится трасса М7, будущая трасса М12, плюс еще с очистными проблема. И, как вы уже догадались, конечно же, рядом находится битумный завод, который просто превратил жизнь и в деревню Рукав, который находится в 100 метрах от него, и в энергетике, в душегубку. Поэтому воняет там тоже периодически и местами, и вот с энергетиком как-то у экологии не сложилось, а дальше, вероятно, будет еще хуже. А с местами отдых тоже, честно говоря, ничего хорошего нет. Не, можно, конечно, пойти, там на лыжах покататься, на велике, ну, правда, особо, конечно, смотреть не на что. Вот, так что таких классических мест отдыха в городском понимании здесь совершенно нет. Есть только, разве что, едва-едва благоустроенный сквер у местного ДК, но проводить там время, это какое-то странное, такое, знаете, себе занятие, на лавочке посидеть, посмотреть, как там дети бегают по школьному двору. Не самое интересное, что может быть. Если закрыть глаза на, вот так вот, на производство, в энергетике, то вроде бы микрорайон находится рядом с таким живописным местом, то есть, если ты любишь кататься на велосипеде, на лыжах, или просто, может быть, гулять с собакой, ты это можешь сделать, дойти до ближайшего лесочка, или уехать в какую-нибудь деревню, или даже доехать до Ставрова. Пожалуйста, тебя тут никто не возбраняет это делать. И, опять же, рядом находится озеро Рукавское, рядом находятся целых три родника, один из которых освещенный источник. Вот, казалось бы, гуляй не хочу, тем не менее, озеро неблагоустроенное, только лишь в генплане, оно когда-то якобы должно быть благоустроено, там должен появиться парк. Сейчас там и купаться нельзя, и вообще там гулять практически невозможно, там нет никакой прибрежной зоны. Ну, что, почему городские власти никак не уделяют этому внимания? Опять же, вопрос риторический, я думаю. И депутат Сергей Киселев. На самом деле, у энергетика есть неплохой потенциал для того, чтобы в нем появились приятные места для отдыха, и местные жители не уезжали бы на большую землю, скажем так. Было бы неплохо, если бы даже, например, тот же огромный брошенный плац привели бы в порядок, там, кстати, есть освещение, то есть, чтобы там что-то появилось, допустим, это была огороженная площадка, появились трибуны или еще какие-то объекты, которые предполагали присутствие не только тех людей, которые находятся на этом плацу, но и каких-то зрителей. Было бы неплохо привести в порядок школьный двор, может быть, он кому-то из детей бы тоже заходил. Было бы неплохо, допустим, ту же колькейную площадку заливать и тоже сделать те же самые трибуны. Да и в конце концов, пространства достаточно много, но нужно было бы хотя бы начать просто с того, чтобы сделать все это более освещенным, более ухоженным, более, скажем так, человечным. Я ставлю энергетику 63 балла, ровно столько же я поставил и доброму, вы, конечно, удивитесь, но, на мой взгляд, вот по соотношению цены-качества, которые здесь вытянула буквально энергетик, по соотношению цены-качества, конечно, этот микрорайон вполне себе приемлемый и достаточно удобный. Ну, а я ставлю энергетику 46 баллов, потому что как-то не вижу, чтобы в энергетик люди ехали и говорили, блин, в энергетик поеду, там вообще прям тру, прям все ништяк, хочу там жить. Не встречал таких, к сожалению. Вообще, хочется пожелать, конечно, энергетику благоустройства, мы это уже часто говорим, наверное, по отношению к каждому микрорайону, но это на самом деле так, сделать-то, опять же, вот повторюсь, повторю свою мысль, сделать-то надо не так много. Здесь, как в Юрьевце, например, не надо вот сильно благоустраивать дворы, как-то кронировать деревья, вот делать асфальтовые дорожки, просто убрать мусор, просто там поставить какие-то, может быть, лавочки, сделать освещение, вот вложиться в небольшое благоустройство, залить каток, сделать, выровнять там стадион пришкольный, но самое главное снести вот к чертям вот эти старые гаражи, старые сараи, засыпать эти канавы, я бы еще под землю и трубы убрал, и все, микрорайон преобразится прямо на глазах, он станет выглядеть гораздо лучше, не скажу, что по-европейски, но как минимум он будет более благоприятный. Конечно, было бы очень здорово, если бы энергетик перестал быть такой промзоной с тем же битумным заводом, мы, конечно, все прекрасно понимаем, что этого не случится, но такие места не должны быть в живых территориях, это неправильно. С вами был канал Чеснок, еще раз поддержите это видео, мы стараемся для вас, следующий микрорайон, я думаю, что будет улица Северная, здесь мы уже выпустили видео, посмотрите, его про человека, который живет под лестницей, это не Гарри Поттер, ставьте лайки, увидимся. Пока!